Сегодня в эфире мы обсудим кибермошенничество, и к нам готов присоединиться гость Юрий Сосновский, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института КФУ. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Вячеславович, скажите, вот лично вы сталкивались ли когда-нибудь в жизни с кибермошенничеством? Ну, к сожалению, это сейчас очень частое явление. Вот я не готовился, но буквально пару дней назад получил письмо по электронной почте, где сказано, что я вот, хочу ли я получить наследство 10 миллионов долларов. Ну, всего-навсего. Вполне очевидно, что для этого я должен как-то поддержать эту переписку, и все это приведет к тому, что мне предложат как-то оплатить услуги человека, который вот будет заниматься этим делом. Ну, в общем-то, такие письма люди получают достаточно часто, и не только письма. Это лишь один элемент такого мошенничества. А что еще, кроме письма? К сожалению, перечень возможностей, которыми пользуются люди, очень широк. Это и телефонные звонки, когда приходят звонки от разных людей, незнакомых, незнакомых номеров, очень активно с вами разговаривают, не дают вам опомниться, подумать. И все приводит к тому, что вы, как правило, должны или сообщить какой-то смс с кодом, который придет, ну, или иную личную персональную информацию, которая будет использована, опять же, практически всегда для того, чтобы кто-то обогатился, а вы несколько обеднели. Юрий Вячеславович, подскажите, пожалуйста, вот хотелось бы присоединиться к вашей беседе и узнать, а как отличить мошенников, вот, например, сайты от подлинника? Ну, общие рекомендации давно известны. Прежде всего, интернет-магазины, то есть там, где вы оплачиваете покупку какого-то товара, все-таки пользоваться проверенными, известными. Даже у нас в Крыму есть известные интернет-магазины, которые, в общем-то, с ними никаких проблем нет. Это один момент. Второй, конечно, уже доступен более такому вот человеку, который близок к IT-технологиям. То есть нужно отслеживать, правильно ли адрес введен. Нужно учитывать, что если вы заходите на свою страничку, ну, даже, например, в соцсети, где вы всегда заходите автоматически, и тут вам предлагают ввести пароль от нее. Ну, значит, что-то пошло не так. Это, возможно, страница-двойник, куда вы введете пароль, но он уйдет на сторону, после чего вы будете перенаправлены уже на свою страничку. Однако ваш пароль, соответственно, ваша учетная запись будет, вполне возможно, принадлежать уже кому-то на стороне. Илья Вячеславович, а чем опасна, скажем, выдача своих паролей, логинов в социальных сетях? Что можно совершить незаконно вот с твоей страничкой, например, в сети «Контакт»? Ну, с одной стороны, и незаконных действий хватает всевозможных, которые даже классифицируются не только административным кодексом, но и уголовным. Это раз. А два, там самое важное находится, это наша персональная информация. Вообще есть такое понятие, как цифровая гигиена. Понятие гигиена всем известно. А цифровая – это то же самое, но только в цифровом мире, в интернет. Могли бы пару правил, как гигиеничные в этой области? Вот как раз одно из правил, ну, там порядка семь основных, да? Одно из таких правил – это уменьшение своего цифрового отпечатка в соцсетях и в мобильных устройствах. То есть вот вы тоже планшет держите. Любой гаджет можно настроить так, что он будет собирать у вас гораздо меньшее количество данных, где вы находитесь, на какие страницы ходите, какими сервисами пользуетесь. Это все та информация, которая помогает мошенникам воспользоваться, войти к вам в доверие, ну, в конце концов, получить доступ к каким-то финансовым или иным средствам. А мне вот интересно, есть такая интересная штука, как страничка инкогнито. Вот, например, мы когда вкладку открываем, ей актуально пользоваться? Эта страничка инкогнито означает, что вы в какой-то мере уменьшаете количество своих данных для сайта, на который вы заходите. Вот, но это абсолютно не связано с тем, что, например, ваше устройство собирает данные у вас, опять же, где вы находитесь физически. Вот, то есть в какой-то мере это уменьшает шансы, да, вот, какие-то негативные последствия заимейте, но не столь принципиально. Ну, а как мошенникам удается взламывать странички, которые мы запаролили неоднократно? Восстикратным паролем. Да, к сожалению, вот есть такое понятие, как модель угроз, и в модели угроз для своей же информации самая большая уязвимость – это мы сами, человек. Поэтому чаще всего взламывают не саму страницу посредством атаки на страницу, это тяжело, это ресурсозатратно и редко когда требуется, а используя методы социальной инженерии, то есть взаимодействия с человеком, к сожалению, уже набило оскомину известной фотографии, да, когда пароли, написанные на бумажечке и прилеплены на мониторе, приходят ваши же коллеги, допустим, снимают репортаж, и великолепно эти пароли видны на экране телевизора. Такого у нас еще не было. Но это было в истории, на самом деле, журналистики, неоднократно повторялось, и после репортажа в течение буквально минут учетная запись была взломана. Вот самое простое. И таких примеров огромное количество. Ну хорошо, а как тогда обезопасить себя, если как бы мы не запаролили свою страничку, ну в любом случае есть вероятность, что нас взломают? Если вы ключик от своей квартиры возьмете самый хороший, самый секретный, но вы его будете класть на самом видном месте на подоконнике и уходить, то все-таки этим ключиком воспользуются. Так же само и цифровой пароль, он, безусловно, его периодически нужно менять. Он должен быть сложный, и ни в коем случае в нем не должно быть известных слов, уж тем более связанных с вами фамилии, даты рождения и так далее. То есть лучше всего пароль, абсолютно случайные символы. Но кроме этого, его нужно очень аккуратно хранить, лучше всего в памяти, и проверять, куда вы его водите. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что сегодняшняя наша беседа поможет крымчанам сохранить, так сказать, гигиеничность своих социальных сетей. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был Юрий Сосновский, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института КФУ. Спасибо большое. Наш эфир продолжается. И хотелось бы показать вам сюжеты Дарьи Шариповой, которая посмотрела, как работают светофоры.